Танк Т-34 установили в ноябре 1967 года. Он был передан командованием Олан-Уденского гарнизона. Каждый год перед Днем Победы солдат восстанавливают его облик, перекрашивая каждый сантиметр броневого корпуса. А облицовку постамента не переделывали уже 8 лет. На данном месте, на Мемориале Победы у нас проводятся работы подрядной организацией по облицовке плитки постамента танка. Работы будут выполнены в срок до 9 мая, значит, все будет вовремя выполнено. С особым трепетом к памяти воинам Великой Отечественной войны относятся и сами рабочие. Поэтому к восстановлению исторического наследия подходят максимально аккуратно и вкладывают частичку души. Хочется, чтобы это жило действительно долго в памяти народной, общей. И для меня лично это... Я всегда помнил свою дедушку, все его награды ордена, как бы вижу образ его. И то поколение наших дедов, это бесспорно, это великий такой героический пласт, мощный. На Мемориале Победы приводят в порядок не только танкный барельеф с именами и портретами земляков-героев СССР. Фонтан в виде звезды проходит капитальную чистку. Ввиду того, что несколько лет подряд накапливалось отложение на самом камне, это соли, и требовалось на сегодняшний день его очистка. Специализированная организация сейчас зашла, очищает сам фонтан от соли, который невозможно было отмыть, скажем так, простыми средствами. И в рамках как раз празднования у 9 мая, все работы у нас должны завершиться до 5 мая. То есть ремонт включает в себя как покраску, оштукатуривание, также укладка плитки, замена плитки, замена мафов. То есть ряд мероприятий, которые бы подчеркнули всю значимость данного мероприятия. Всего по городу к празднованию Дня Побед отремонтируют 27 памятников Великой Отечественной войны. Валерия Каратуева, Жиргал Терендашиев, Новости дня.